Абхазия В 2000-х годах все уже собирали, плантации были на местах, а потом уже с 2004 года начали жечь, начали уничтожать. Стоило только один раз заикнуться, то случайно не нужно, и все пошло, поехали. Просто очень жалко. Один гектар заложить и на пять лет до полносборного состояния довести, что с нуля, это где-то полтора миллиона будет. Теперь посчитаю все эти сожженные гектары. Получается, мягко говоря, на сегодняшний день в Абхазии не пойдет ни особо. Так вышло из-за политической нестабильности в стране в послевоенные годы. Мы попытались объехать чайные плантации в селе Лыхны, чтобы посмотреть в каком состоянии эта отрасль находится на сегодняшний день. Это колхоз-миллионер, они на чай очень много зарабатывали. Вот все эти двухэтажные дома в Лыхных, вдуривших, все благодаря чаю. Жгут, закладывают кукурузу. Год-два-три, потом кукуруза тоже там не растет, все это поля забрасывается. Чая нет, кукуруза нет. В одиннадцатом году тут все было на месте. Без фотографий остались в материале. Сами себе враги. Тут и врагов не надо. Сами справимся. Отрасль пытались возродить. И в Очемчирском районе это удалось. Правда, далеко не в полном объеме. Но вот в Лыхных ситуация оставляет желать лучшего, так как с трудом удается найти выжившие кусты этого растения. Так, вот остатки кустов, которые ранние были очень богатые. Сейчас они вот бедные. Видно сразу, что они уже не подкормленные. Знаешь, этот кустарник, он до 5 метров растет. Есть некоторые экземпляры, до 30 метров тоже растет. Вот он, великолепный семенник. Семена нужно собирать. Мне, конечно, надо прореживание сделать. Подрезать, тяжелую подрезку надо сделать. Конечно, будет расти, будет давать урожай хороший. Все плантации, которые мы восстанавливали, практически были в таком состоянии. Все плантации. Там за исключением около 200 гектаров более-менее нормально. А все остальные были вот в таком состоянии. Восстановлено было 1200 гектаров. Из них на сегодняшний день около 300 гектаров осталось. Все сожжено. Все восстановлены, уничтожены. Территории поделены между собой. Кто делил, там правда не знаю. Но кто разрешал, тем более. Все из неопределенности государства. Было бы четко сказано, что отрасль будет жить, развиваться, расти. Любым способом будем этого добиваться. Тогда все было бы на месте. А так как полная неопределенность, люди же не будут сидеть ждать. Вот они взяли то, что можно было сжечь, все сожгли. Я удивляюсь, что это не сожгли сейчас. Некоторые плантации, которые обрабатывались в частном порядке и были в приличном состоянии, тоже оказываются заброшенными. Вот эту стороне, что-то ты видимо подрезал. Собирал, а здесь что-то осталось. Это грубые листочки. Вот эти флеши. Вот третий, второй, вот первый. Великолепный черт. Фабрика уже практически не работает, так как оборудование устарело и просто сломалось. Но некоторые плантации все еще содержат. А вот Лыхтинская фабрика, они вот эти все территории. Это Дурывшинская территория, там Лыхтинская территория, они вот эти. Остатки этих чайных кустов, как-то за ними пытаются ухаживать по возможности, насколько они могут. Что-то пытаются собрать, переработать. Ну и готовую продукцию продают. Но эту продукцию особо не назовешь, потому что технологии уже, оборудование уже старое. Ничего хорошего из этого оборудования не выйдет. Но кусты хорошие. Належащим образом ухаживать, поддерживать. Кусты хорошие, но они заросли здесь, вот колючка там, папоротник. Кто-то здесь живет за счет продажи оставшегося на полях чая. Сами собираем, сушим все. Добавки сами сушим, добавляем. Вот, пожалуйста, понюхайте, посмотрите. Чай у нас очень вкусный, настоящий. И с добавочками, и без добавок. За то, что сняли, теперь стакан чая надо купить. Возродить чайную отрасль можно. Но для этого нужно прекратить уничтожать плантации и спорить о необходимости отрасли как таковой. Достаточно просто посмотреть на Индию или Китай, чтобы получить ответ на вопрос, нужна ли чайная отрасль Абхазии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok